И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья! Ну и кто там говорил в прошлых сериях в комментариях под видео, что ты не найдешь жизни. Никаких планет с жизнью в Space Engine. Друзья, я сделал невероятное. Посмотрите, планета полностью похожая на Землю, и на этой планете здесь даже виден свет от больших городов. Это просто фантастично, это невероятно. Кстати, стой, подожди. Давай-ка мы сейчас остановимся на свободном режиме. Кстати, посмотри, где находится данная планета. Да, она где-то на краю нашей галактики Млечный Путь. Я не стал сегодня заходить далеко куда-то, не знаю, в соседней галактике. Галактика-треугольник галактика Андромеда А решил поискать жизнь в нашей галактике Млечный Путь, в нашем родном доме, в нашем краю. И я нарвался, боже, это прекрасно. Давайте, короче говоря, посмотрим на все изобилие этой звездной системы. Да, вот такая вот у нас планета. Так, сейчас подожди, я тебе расскажу про нее. Так, вообще, скажу так, что, да, это даже не планета, это Луна. Луна под названием Аран, умеренная морская терра с жизнью. Жизнь здесь органическая, многоклеточная, морская, наземная, воздушная, но здесь изобилие, здесь рай. Так, диаметр, ну, практически это диаметр нашей Земли. Так, масса приближена тоже к Земле. Блин, боже, что такое моргает, я не понимаю. Так, подожди, может скорость замедлить, ладно, окей. Либо это симулятор ругается. Так, осевой период 36 часов. У нас идут, короче, солнечные сутки у нас 36 часов. Намного, конечно, больше. Насколько ты знаешь, на Земле 24 часа, здесь 36 часов. Ну, так неплохо, да. День и ночь длится чуть-чуть подлиннее, знаешь, чуть-чуть подлиннее. Состав гидросферы вода, состав атмосферы вода, азот и кислород. Так, атмосферное давление чуть повыше, чем на Земле. Температура 14 градусов, парниковый эффект повышен 42 градуса по Цельсию. Посмотрим. Да, эта планета, она полностью жизнью, я тебе скажу. Так, ну сейчас, естественно, мы, конечно же, опустимся на ее поверхность. Я буду ее называть планетой, даже не луна, но если хотите, я буду называть ее луной. Догадайся, луна, какой огромной планеты она может быть. Это вот такой вот прохладный супер-Юпитер под названием Ганыне. О боже. Так, диаметр его 12 наших планет Земля. Так, вообще, давайте, если вам интересно, я вам покажу вообще полностью эту звездную систему. Вот такая звездная система, двойная. Значит, звезда Дэш и звезда Джиттер. Вот у первой звезды Джиттер имеется у нас 9 планет. Да, но в основном, я тебе скажу, это все газовые гиганты. Это газовые гиганты. Есть, конечно, прохладная пустынная Терра, горячая пустынная Терра, раскаленная безвоздушная Терра. Но в основном это все прохладные суперы Юпитеры, холодные Юпитеры, креогенные супер-Юпитеры. Но вот у этого Ганынема есть 5 лун. Кстати, здесь, смотри, давай посмотрим все его луны. Прохладная пустынная Субтерра. Здесь тоже самое. Прохладная океаническая супер... А, нет, просто аквария. Ладно, окей, хорошо. И самое... Но здесь, на вот этой луне под названием Джепа, здесь нету никакой жизни. Но у нас есть здесь вода, азот, углекислый газ, какие-то кислоты. Ну, я так понимаю, что здесь жизнь, возможно, со временем когда-то появится. Хотя я не уверен. И вот такая вот умеренная морская Терра с жизнью, где у нас есть... Ну, у нас есть жизнь, да, боже. Эта планета полностью с жизнью. Так, ну давайте попробуем опуститься на поверхность. Подожди, стой, давай-ка я сначала хочу посмотреть ее вращение. Посмотреть ее вращение. Сколько у нас там? Солнечные сутки 36 часов. Так, а у нас по времени увеличено... Так, ага, час у нас идет... Сейчас, подожди, час вот так вот, в секунду. Мне кажется, что планеты вообще вращаются немножко быстрее, чем может показаться. Так, там даже, по-моему, на планете какие-то супершторма у нас. Так, а подожди, где у нее... А, ну окей, ладно. Такие интересные разрозненные материки, посмотри, да. Так, ну давай попробуем опуститься на поверхность. Посмотрим вообще, что это из себя представляет планета. Так, в режим паузы. Ну, не то чтобы в режим паузы, на самый медленный режим. И опускаемся на поверхность. Так, плотные слои атмосферы мы преодолели. И вот она поверхность. Да, здесь, конечно, может тебе показаться все таким высушенным. Да, это песок. Это песок 100%. Так, давайте-ка вот это уберем. Так, двойная звездная система. Первую звезду я вижу. Кстати, я вижу даже... Сам газовый гигант. То есть, непосредственно планету, вокруг которой мы вращаемся. Стой, но мне хочется посмотреть все-таки так. Где у нас вторая звезда? Она где-то у нас за горизонтом. Ладно. Слушай, а можно здесь как-то на небосводе видеть сразу две звезды? Нет, видимо... Видимо, нет. Ну, подожди, стой. А давай попробуем промотать время. Давай попробуем ускорить время. Да, вот, возможно, сейчас... Где-то вот в этом месте будет рассвет второй звезды. Восход, вернее, простите. Так, газовый гигант на небосводе. Это, конечно, здорово. Да, вот, кстати, стой, 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 стой. Давай-ка немножко, 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 стой, замедлим время. И вот, кстати, восход второй звезды. Смотри, на горизонте вторая звезда. Так, это, по-моему, еще какие-то у нас спутники, я так понимаю. Да, это луны вот этого газового гиганта, вокруг которого мы вращаемся. Помните прошлую серию по терраформированной солнечной системе? Я вам там показывал спутники ИО, Европа, Калиста, Ганимета. Да, ну, вот, в принципе, то же самое сейчас можно наблюдать, как в той серии. Так, ну, давай немножко промотаем время. Давай дождемся вечера. Я не знаю, будет ли у нас тут вечереть. Вообще должно вечереть. Это вторая звезда у нас находится достаточно далеко. Поэтому у нас такая ночка будет, знаете, не шибко темная, наверное. Ох, как... Я смотрю, мы очень близко даже расположены здесь к звезде. Здесь очень ярко. Я заметил даже тогда, когда я просто опускался на поверхность этой планеты. Так, вторая... Вот наша вторая звезда. Газовый гигант. Газовый гигант мы обязательно должны видеть на закате. Хотел сказать, солнце на закате звезды. Ну, примерно вот как-то так, что ли. Стой. А где у нас вторая звезда? А вот вторая звезда. Посмотри. Да, это звезда Дэш Джутер. И посмотри, как на ночном небе мы ее можем наблюдать. То есть здесь, в принципе, достаточно было бы ярко, я тебе скажу. Так. Так, а что это у нас за туманность? Ага, это Карина. У нас Карина не было. Окей. Так, ладно. Давай-ка мы немножко перелетим. Мы немножко перелетим. Я не хочу оставаться здесь. Здесь вообще я хотел посмотреть на планете, на какую-нибудь растительность. Я потому что смотрю, здесь есть растительность. Какие-то есть разрозненные, простите, ландшафты. Но что-то не сильно оно здесь прогружается. Кстати, ребята, для всех тех, кто не знал. Кстати, до сегодняшнего времени я тоже не знал. Посмотри, здесь есть растительность. Да, трава. Кстати, с новым обновлением. Под цифрой 1.0. Ребята, в игре нас ждет 3D-вода. Ты представляешь, что это будет? Это будет... Это будет бомба, блин. Это волны, приливы, не знаю, там... Движение рек, морей, возможно, цунами. Я не знаю, если это все реализуют в Space Engine в обновлении 1.0. Это... Это просто будет атомная бомба. Да, реально, я тебе говорю, это будет атомная бомба. Так, ладно. Давайте немножко отлетим от этой планеты. Да, посмотри, здесь светятся города. Здесь живут какие-то разумные, возможно, существа. Здесь даже посмотри, какая сеть дорог. Ты видишь, это... Это... Да, это реально. Это какие-то трассы, возможно, такие же, как мы с вами. Такие же, как мы с вами. Существа, люди, человеки. Я не знаю, как назвать. Здесь существуют. Они ходят, дышат кислородом таким же, как мы. И... Они думают, что мы... Что они одиноки, но на самом деле... Нет. Все это великолепие... Давайте посмотрим, насколько это все великолепие находится от нашей родной планеты Земля. Расстояние 6523 световых года. Это... Блин, эта цифра огромна. Это огромная цифра. Посмотри. Да, здесь... Вот, кстати, я до съемок, я до съемок, знаете, смотрел вот на все вот это вот такое, знаете, очертание и... Такой сижу и думаю, блин, но это же река, по идее. Такая кривая река. Не может это быть какая-то трасса, дорога или что это на этой планете. Это река. Здесь что? Так осветлено там, что у них стоят фонари вдоль, не знаю, реки. Но... Сейчас, подожди. Подожди, стой. Я сейчас опущусь в гущу этих событий. Это 100% какая-то вода. Нет, ну это не может быть городской свет. Ну, конечно, да. До городов здесь еще далеко. Города здесь не прорисовываются. Ну, представьте, что мы в свете городских огней. Мы смотрим на вторую звезду. У нас ночь. К нам очень близко расположены Магеллановы облака. Мы видим край галактики Млечный Путь. И там где-то даже, по-моему, мы видели с вами Андромеду. Да, здорово. Это классно. Вот такая вот интересная планетка у нас. Так, стой, стой, стой. Луна, вернее, даже Луна. Боже, но я скажу, что... Блин, я бы назвал это полностью планетой. Это здорово. Так, подожди, стой. Знаешь что? Я хочу посмотреть вот на этой стороне. На вот этот газовый гигант. Газовый гигант. Ну, согласись, было бы классно, если газовый гигант был бы расположен намного ближе на... Так, подожди. Мы у него... Стой. Я хочу посмотреть, какие мы по счету, по счету у этого газового гиганта. Всего лишь четвертые. Если бы мы были, допустим, на месте Луны Крайст, вот этой Луны Крайст, то, в принципе... Сейчас, подожди. Так. Мы, в принципе, тогда бы намного были бы расположены к спутнику. То есть, ну, вернее, не к спутнику, а к планете вот этой газового гиганта. Это было бы... Это было бы вообще просто офигенное великолепие. Да, давайте посмотрим по-быстрому, что у нас здесь еще есть. Прохладная океаническая аквария. Кстати, вот то, что я сейчас увидел, то, что мы нашли планету с жизнью, да, и вы видели, там есть даже свет, боже, там есть разумные существа, сто процентов такие же, как мы с вами. Полностью идентичные, такие же люди, как мы. Я такое впервые, ребята, в Space Engine наблюдаю, и это, знаете, для меня сегодня просто... Ох, это... Я не могу вам передать все те впечатления, которые я сейчас испытываю. Это... Это невероятно. Это просто невероятно. Так, что у нас здесь еще есть? Давайте посмотрим так. Вообще так. Джутер вторая. Вот у второй звезды, у второй звезды здесь у нас имеется пять планет. Один из них, это, по-моему, да, это креогенный Супер Нептун. У нас есть холодная пустынная Суптерра. Планета Нембо. Ого, ого, посмотри. Какая голубая, не знаю, планета, что там. Наверное, да, скорее всего, какие-то газы. Сто процентов на поверхности. Метан. Ну, да, наверное, жидкий азот какой-то, я не знаю. Так, вот такая планета Донгсан, про которую я вам говорил в самом начале, по-моему. Здесь есть у нас вода, углекислый газ. Но здесь нету кислорода. Возможно, возможно, на планете когда-то. Со временем, со временем окажутся, появятся существа, какие-то живые организмы, бактерии или еще что-то. Но на это понадобится огромное количество времени. Так, давайте перелетим обратно вот на эту луну. Луну Рана. Это невероятно. Я впервые, ребята, нашел вот такую луну. Да еще, боже, на ней огни. А на ней земные огни. Это невероятно, ребята. Ну что же, я скажу так, что в данной серии, ребята, я доказал, я доказал, ну, по крайней мере, для себя, не знаю, как для вас, ребята. И вообще, я думаю, что в этом мире, в этой вселенной, в этой галактике мы не одни. Я думаю, что похожих живых организмов в нашей галактике Млечный Путь очень предостаточно. Боже, я от восторга даже, по-моему, чуть-чуть охрип надорвал голос. Так что, ребята, мы во вселенной не одни. Да, это сто процентов. Ну, я надеюсь, что тебе понравилось данное видео. Ты обязательно поставишь пальчик вверх, нажмешь колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. И помните, друзья, космос и вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока, до новых встреч, всем новых открытий. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok